Три действующих способа купить недвижимость в Испании за копейки. Третий самый лучший. Итак, друзья мои, вы решили купить недвижимость в Испании. Ее можно купить по рыночной стоимости, а также ее можно купить по стоимости ниже рынка. Я вам расскажу, как купить недвижимость гораздо ниже ее рыночной стоимости. Первый способ – это аукционы. Там продается действительно копеечная недвижимость, но существует одна опасность, и она вообще очень большая опасность. Опасность того, что эта недвижимость вся в долгах. И долгов у нее может быть столько, что вы отдадите одну сумму за квартиру, а потом еще 4-5 таких же сумм за долги за эту квартиру. А по испанскому законодательству все старые долги переходят на нового собственника. Да, это вариант рабочий, но он очень-очень-очень опасный. Второй вариант – это покупка недвижимости у фондовых компаний и у банков. Хороший вариант. Там действительно можно купить недвижимость гораздо ниже рыночной стоимости. Но, знаете, главное, что они очень скрупулезно будут придираться к вашим деньгам. Они будут смотреть, откуда, какие деньги, где заработали, где налоги заплатили, а как налоги заплатили, а почему, и для чего они это делают, вы можете посмотреть в другом моем видео. Я уже снимал об этом, как вот эти компании зарабатывают на вас. И с большой долей вероятности вам просто откажут. Ну и плюс не забывайте, что там свои люди, которые там уже проплачены. Если у вас есть возможности, если у вас есть связи, то это очень-очень-очень хороший вариант. Третий вариант. На мой взгляд, это самый лучший вариант, но он требует больше времени и усилий. Вы ищете людей, у которых есть ипотечный кредит, но они за него платить не могут. Ну, по разным обстоятельствам. У кого-то доходы снизились, кто-то вообще уехал в другую страну, ему нафиг здесь недвижимость не нужна. Так вот, вы ищете этих людей и договариваетесь с банком, что вы оплатите их ипотеку, а банк отдаст вам их недвижимость. Для этих людей это тоже очень привлекательно. Почему? Потому что если они не выполняют свои обязательства перед банком, то банк забирает их недвижимость за 3 копейки, и плюс все остальные долги, проценты, неустойки, все-все-все-все-все-все-все долги, они вешаются на тех, кто брал кредит в этом банке. То есть они остаются и без недвижимости, и по уши в долгах. Это лучший вариант и для вас, и для тех, кто не может выполнять свои обязательства перед банком. Поэтому дерзайте. Удачи!